Здравствуйте! Меня зовут Оксана Белецкая. Я из Ростова-на-Дону. Мы работаем по франшизе Ideal Forms уже третий год, с 2018 года. Купили франшизу у Татьяны Соколовой. Пришла я к этому, в общем-то, сама, интуитивно. Я нашла описание франшизы в интернете. Меня очень заинтересовала эта идея. Мне захотелось заниматься бизнесом, который будет приносить пользу и радость женщинам, так как я сама женщина и хочу заниматься чем-то красивым и полезным. В бизнесе я уже не была новичком на тот момент, у меня был другой бизнес, но я считаю, что, как говорится, яйца надо хранить в разных корзинах. Заниматься чем-то еще, что-то новое опознавать, для меня это интересно. За эти три года я считаю, что мы достигли хороших результатов в бизнесе. Вначале было непросто, но как в любом бизнесе, вначале было становление, обучение. Сейчас мы уже вышли на цифры, которые позволяют нам самостоятельно окупать полностью свой бизнес. И я вижу потенциал в этом, потому что все больше женщин узнает о этой услуге, число клиентов увеличивается на самом деле. Я вижу потенциал для своего развития. Но если говорить о цифрах, то в начале это было, если первые месяцы работы, это было до 100 тысяч выручка в месяц. И сейчас, ну, до полмиллиона мы доходили. При маржинальности где-то, ну, как бы, сто процентов это минимум, даже при всех скидках. Оксан, вот скажи, что вы люди понимали, да? Какая площадь вашего салона? Ну, у меня площадь 25 метров квадратных. Мы вообще, ну, открывались как шоу-рум. И рассчитывали на продажу онлайн в том числе. И это мы и развиваем тоже. Оксан, а почему, вот смотрите, вот вы уже всему научились, вы уже разбираетесь и в товаре, и у вас команда, то есть вы не сами брофитите, у вас есть сотрудники, и это классная команда, которая делает результат. У вас не было мысли выйти из франшизы? Ну, то есть вы же уже полноценный самостоятельный брофитер, который, в принципе, легко сможет делиться и пойти, как бы своим путем. Что держит вас именно вот в Удиал Форус? Почему вы не уходите? Ну, честно говоря, нет, я не хочу уходить из франшизы, из сети, потому что, во-первых, это мне удобно, потому что я закупаю товар в одном месте, все централизовано, обучение централизовано, поддержка партнеров, то есть мои девочки могут, которые у меня работают, могут консультироваться, получать какие-то консультации в режиме онлайн, но это один момент. Второй, это все-таки имя, бренд, то есть я считаю, что мы обучались у лучших в этой области. Татьяна Соколова, действительно, она сама заработала себе имя, и она обучает всех желающих, это тоже для меня немало важно. Конечно, это возможно, будете там назваться, иначе как-то, но я смысла в этом не вижу. Когда вы покупали франшизу, изначально во франшизе не было роялти, а потом роялти появилась. Как вы к этому отнеслись? Вообще, вот как вы это расцениваете? Должно быть роялти во франшизе или все-таки это типа а-ля побор и такое, знаете, как это мзда, как будто вы платите франшизеру? Вот какое ваше отношение к этому? Я считаю, что роялти это абсолютно нормальная тема, потому что любая структура должна развиваться. А как она будет развиваться, если ей не на что это делать? То есть мы как партнеры должны это понимать, чтобы управляющая компания могла проекты создавать. Ну то есть ей надо на что-то существовать, ей на что-то надо нанимать сотрудников, подить им зарплату. Ну то есть без роялти это просто, скорее всего, те, кто работает без роялти, это вас вам продали и кинули вас на произвол судьбы. Так часто бывает на самом деле. Хочу сказать о Татьяне Соколовой. У нее такая мощная энергетика, она все время что-то вот затевает, изобретает. Это тоже немаловажно. То есть она лидер в своей организации, конечно, безусловно.